18 января у нас зеленая трава винеграмма снега поэтому мы отправляемся в пульскую область на поиски снега йо и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Бедный поджирик. Достается ему. Мы приехали на Романцевские горы. Это бывший карьер по добыче угля. Трудно представить, что всего в нескольких километрах от Москвы находятся такие пейзажи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Эту башню приобрел владелец усадьбы Юрий Степанович Нечаев-Мальцов. Кстати, вот эта усадьба заброшена, это тоже его. Он ее приобрел на выставочной площадке в 1896 году, которая состоялась в Нижнем Глоббурге. Башня была приведена в Поливино и смонтирована в усадьбе под непосредственным руководством ее создателя. Высота башни составляет 45 метров, ее видно еще при подъезде к селу. Кстати, ты ее видел? Угу. Я не видел. Так что это обман. Солебенники сравнивали ее с башней Эйфель. Башня выполняла функцию водоснабжения всего усадебного комплекса. Вода поступала в резервуар башни из реки Дон. Резервуар худой, а река Дон где-то рядом. Мы ее, кстати, проезжали по мостику. Система водоснабжения сонировала, снабжая усадьбу и осуществляя полив сада вплоть до 1919 года. Пойдем усадьбу? Пойдем. Усадьба Нечаева – это бывшая дворянская усадьба в селе Полипино. Она находится в 40 километрах от Куликово поле. Усадьба расположена на правом берегу реки Дон, напротив старого данковского городища. Центром усадьбы является Палладианский господский дом. В состав усадьбы также входит английский парк с каскадом, манеж, конюшни и другие постройки. Остатки сооружений частично сохранились среди фрагментов старого парка. Это, наверное, конюшка? Наверное. Мы сейчас пойдем в замок с привидениями. Давай, маленький экскурсовод. Ух ты, лестница классная какая. Матальяк, конечно. Кованая, но стремная. Что-то я очкуюю. Ух ты ж. Подожди, ночной режим. Там ничего нет, но мне стремно было. Блин, лестница офигенная такая прям, кованая. Красивая. Нет, на самом деле красивая. Да. Даже вот тут узоры. Ну, конечный режим. Как-то сейчас функция недоступна. Во. Прям. На свой страх и риск, я иду выше. Блин, честно, по таким руинам лазить как-то немного стремно. Ну, даже двери еще разные. Тут даже еще он лежит, родной пол. Смотри, доски. Прям родные. Угу. Тут немножко разобрали. И тут тоже он пол с узорами. Черный. Вот, видимо, была труба. Здесь, наверное, была печка. Потому что вот, пошла вверх. Мы идем дальше. Идем по длинному коридору. Родные двери деревянные. Проход. Лестница вообще-то четкая тоже, смотри какая. Ага. Металл. Странно, как его еще не растырили и не сдали. Да. Еще одна печка тоже была. О, пол разобранный. А посиди всю эту сторону. Тоже с печкой. Тут столько печек было. Ну, а ты как думаешь, что это будет? Ну, смотри где-то. Ага. Какие большие эти двери. Вот больше всего меня пугают эти дыры в полу. Ты, главное, старайся ходить ближе к краю какой-нибудь из стены. Тут уже такая, знаешь, типа народная тропа. О, вот это тоже какая-то прям вообще железная. Тоже, наверное, печка какая-то. Пол хрустит. Короче, пришли в какую-то комнату. Она прям такая отделанная. А, это как раз в стеклопакет стоят. Не то что стеклопакеты, но живые окна. И все прям так нормально. Но мандалы до сюда тоже добрались. Кое-где разбомбили. Ну, тот человек, который боится высоты, пошел к первооткрывателю. Ай, мы с тобой. Миш, ты есть человечка, пишет хотя бы. Ага. И за ней туда уйти. Что делает человек, когда видит выход? Миш прошел, выдержал, да. После Миши уже. Ты смотри, какие-то прям помещения, типа что-то было. Ну, как шкафчик, что ли. Какие-то, да. Может, подполосы во время. Может, типа, как это. Винный погреб. Там даже стеклянная дверь. Живая. Да, там что-то. Смотри, какой пол классный. Да, камера не фокусируется. Вот. Прям каменный пол. Тут какую-то дверь замуровали. Возможно, там труп. И тут, возможно, тоже. Ты сейчас Аня пугает. Да. Даже крючок будет висеть. Ну-ка. Опа. Подвал. Но я туда точно не пойду. Не, я... О! Старая газета. 75-й год. Миша, посмотрел, вылезай оттуда. Давайте его закроем. Иди сюда. Смотри, девяна, какая порожня. Слышишь? Миша, что-то? Ну, что, вокруг просто подпол такой и все. Засыпанный, видишь, смотри, тут что-то было. Ага. Туннель-то. Выход, наверное, был. Там замуровано дальше. Внутри. Вот смотри, пожарная лестница. А там Карлсон живет. Лестница-то какая-то с узорами. В общем, непонятно. То ли она заброшена, то ли нет. С виду она ухоженная и окна забиты. А внутри вроде как и заброшена, вроде как и старая. Ее реставрируют. Но кругом современных штучек. Таких выключателей, проводка. Надо погуглить дома. Прикольная усадьба. Такая загадочная. Она не пахнет стариной. Она пахнет просто какой-то протухшей водой. Кто-то едет сюда. Погнали в Березовку. Я покажу сейчас церковь с необычной архитектурой. С этой части ее нет. А вот видно надо. Села Березовка. Давай заново. Там про холодный год. Или голодный год. Голодный год. Голодный год у них был. И они решили построить церковь. Потом они в 1800 каком-то там году. Они получили богословение. И начали строить вот эту церковь. Там все написано? Архитектором был тот, кто построил ГУМ. На Красной площади. Там надо почитать. Варгольские скалы. Мы приехали на Варгольские скалы. Это такое уникальное место. На обристом берегу реки торчат скалы из земли. Что для этих мест считается уникальным. Потому что здесь камней нет. Начинаем экстремальный спуск с горы на летней Лизине. Через 200 метров поверните направо. Варгольские скалы. Даже никто не злупался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА короче ехали ехали с горки съехали а в горку не заехали резина от и зимой зло смыслов в чем хорошо что реально снег остановил прям вот за окном уже обрыв и на я преувеличил конечно немного чуть дальше а а а а а а а Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Долина Гала расположена в 10 километрах от Ельца Они представляют собой один из объектов Варгольдского ущелья Который расположен в низовьях небольшого притока реки Сосны Варгола Варгола Вот она Река Является частью заповедника Галичья гора Местные жители называют это место русской Швейцарией В этом месте растут реликтовые растения Из-за того, что долина Гала не имеет характерный ровный рельеф То здесь можно увидеть растения, которые более свойственны Альпам Или Кавказу Эти горы похожи на оазис Среди бесконечных равнений В пещерах можно видеть следы культуры Древних славянских народов Но правда в пещерах мы так и не нашли Но видимо зима, холодно Мы сюда приедем летом Обязательно найдем эти скалы В общем-то вид очень красивый Что могу сказать Для, в принципе, Подмосковья И в московских, ближем московских, всяких Мы в Туле От Москвы это не далеко Это не Кавказ Очень необычный рельеф Позвонит на Кизофия Ротара Берет горную лаванду для своей молодости Она приезжает к нам сюда О данным ЦКМС В ближайший час С охранением до 21 часа 19 января 2020 года На территории Тульской области Ожидается местами туман Видимость 300-800 метров Будьте внимательны Информация по телефону 112 либо 102 Что бегает к ми địуям Продолжение следует Продолжение следует На территории Тульской области myths 75-800 метров Михаил Юрьевич Красинец, бывший автогонщик АЗЛК, ушел с Большого Спорта и принялся коллекционировать старые автомобили. Первые свои коррекционные легковушки в масштабе 1 к 1 он ставил прямо под окнами своей московской квартиры в Преображенском районе. Скопище потрепанных колесных ветеранов регулярно подвергалось разрушительным набегам окрестных пацанов. Били стекла, коррежили двери, поджигали. А однажды в день выборов власти просто вывезли половину коллекции на свалку. Михаил с супругой продали московскую квартиру, на вырученные деньги купили еще несколько риоритетов и уехали со своими автомобилями в Тульскую область. Сейчас музей Красинца насчитывает более 300 автомобилей. У нас очень много последователей. Этим я занимался с 89-го года. То есть первый каталог на создание коллекции спортивных москвичей четырех поколений. Ну, те, которые участвовали в международных соревнованиях, знаменитых, в том числе и ралли-марафонах. У меня один вон там стоит такой немножко недоделанный. Ну, я его делал к 40-летию, уже 50-летие прошло. Сейчас у меня тоже нет ни спонсоров, ни меценатов. Я за свой счет, за свою пенсию московскую. И я на даче здесь 24-й год. То есть я плюнул на Москву, уехал, и у меня здесь хорошо, и я никуда не спешу, здесь пробок нет. Мы участники различных мероприятий, соревнований, не соревнования, даже каких-то выставок, слетов и так далее. Я сейчас уже этим не занимаюсь. Ко мне народ стремится. Я здесь на месте, собственно, со всеми общаюсь, всех приглашаю. Сезон начался, ну, сюда уже не вы первые, сюда уже с 1 января ехали, ехали, ехали. Сюда вот такие тоже джиперы приезжали, 4 машины сразу, так сказать. Ну, в общем, все замечательно. Мне сейчас 62 года через 5 дней, 24, мне 62 года, слушайте. Я начинал, у меня был 38, сюда приехал. А до этого мотались на дачу из Москвы за 400 верст. Чего-то как-то уже надоело мотаться. Моя жена говорит, слушай, поехали на дачу там, живем. Типа, ну, в 90-х годах не было работы толком. Я работал на Мосфильме. Технику, которую мы покупали из московских гаражей, она снималась в кино постоянно. Таким образом, она зарабатывала деньги, и на эти деньги мы покупали следующие. Вот она сама себя, так сказать, расплодила. Значит, собрано здесь по теме, вернее так, 12 тем для исследования. Каждая тема – это соответствующий советский автозавод. Ну, то есть завод АЗЛК, там, Ижмаш, Автоваз, ГАЗ, УАЗ, РАФ, что угодно. РАФ с Еразом объединил, потому что конструкция одинаковая. Не РАФ, а не Ераз нет давно уже. Нет АЗЛК, к сожалению. Завода ЗИЛ нет, но ЗИЛ-то вот стоит перед носом, да. Нету легковых ЗИЛ, конечно, я не... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Просто просит новую морду. Сейчас привяжем, поедем дальше. Я думаю, на одну вполне хватит. Короче, приехали в заброшенную деревню. Стоят дома. В один из них мы сейчас попробуем попасть. Это ничего не надо. Мама тут рассказывала. Все эти страхи. Что? Ты зашел в этот. Даже лампочка висит. Печка. Русская? Посмотрим. Русская, русская печка. Ну да, вон лежанка. Но не совсем русская. Не, ну вот. Вот эта выемка. Под русскую печь. Он, видишь, загон этот. Я опять заметил, что железки лежат. Никто ничего не тырит. Лежанка немаленькая. Привет, ну да. Знавесочки висят. Высоти же. Ну там, смотри, икону даже. Ага. Видим, просто умер кто-то и все, и забросили. Сейчас посмотрим, судная паста какого года. 2003. О, ну и слушай, а здесь, по-моему, что-то помрали, видишь? Опять иконка. Да, ну, наверное, было больше икон. Ага. Часы и остановились. Мусатова Татьяна. Мусатова Татьяна Николаевна. Квитанция за электроэнергию. Ну ничего. Нет, смотри. О, 11-го. Нет, это дверь. А тут нету даты. Какая-то сумма? Сумма киловатты. Вот дата. 16-04-е. А, ну, кстати, вон, да, это. Третий год. То есть, 2003-го здесь вообще еще жили люди, получается. Вот это радиорозетка. По-любому я знаю, где не такая-то была. Нет, тут радио не было. С чего ты взял? Слушай, а здесь еще печка, смотри. Он висит. Ковер на стене. Миш, пойди сюда. У меня почему-то ковер. На камере его нету. Пойди сюда. Я иду. А, вот появляется. Что? У меня тут ковра нету на камере. Ага. Вот. Вот он, олени. Угу. Ключ. Ключи на связке от дома, видимо, цепочка. Записки, смотри. Вот, посмотрите, да. Письмо, что ли? 50 рублей. Не сфокусировался. Проканович. Подожди. Во. Ой! Храм. Село. Давай. Так. Святой Георгиевский храм. Все, Манаенки. Почему? Что-то там номер 55. 1 сентября 2002 год. Расписка. Поступили деньги. С Александра на 2000 рублей. Расписка. Ну да, что-то. Санта-Барбара, смотри. Ага. Дай мне фонарь. На. Я телефон не включу. Меня опять пузом набрало этих самых. Одежда, да. Интересно, она ведь умерла или ее отсюда увезли? Не ладно. Ну, тут рушится все. Кровать. О, у меня такая кровать была офигенная. Ну, за нее тут спер пружину эту. Такую, не пружинную, а... А, вот она, кстати. Вот она, вот эта часть. Ага. Конечно, тут еще вторая. Слушай, здесь железе мой, походу. Потому что две печи не просто так. Нет, так нет. Естественно. Только ее кто-то разобрал. Ну, тут кто-то выломал, да, все железо. А вот тут оставили. Закрывает трубу, которая. Ага. А это, может, знаешь, что выломали? Может, кому-то понадобилось. Блин, пол проломывается. Купить очень проблемные эти все печные. Я предположу, что отсюда забрали людей. То, что тут нет такого, чтобы люди здесь жили именно. Все забрали и бросили. Пойдем. Кладка, смотри, какая на этих, на окнах. Ага. А как это раньше так и клали? Пошли. Холодосик. Самулецк. Да. Реально, смотри, какая толщина стены тут. Скорее. Вот такой вот домик. Заброшенный деревня. Еще один заброшенный дом. Вот тут рядом с ним стоит колонка. Можно было воду качать. Вот такая вот закупоренная, типа на зиму. Еще один интересный дом. Тоже заброшенный. Знаешь, как у себя чисто белье висит. Может, пойдем отсюда? А то сейчас вдруг там тот спит. Деревашка верь под так вот. Типа, знаешь, это кто был, не был. Ну, пришли отсюда. Да, мы не будем, что тревожить никого. Ну, нафиг. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok